Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. 10 сентября в Самаре пройдет парад студенчества. Он проводится уже второй раз. В каком формате и сколько он соберет студентов, узнаем прямо сейчас. Сейчас и в нашей студии начальник управления внеучебной работы Самарского университета Мария Резниченко и главный консультант управления профобразования Министерства образования науки Самарской области Кристина Кузьмина. Здравствуйте, Кристина и Мария. Скажите, пожалуйста, вы организаторы или участники? Мы организаторы и участники. И участники, да. Вы представляете управление профессионального образования Министерства образования. Скажите, вот в этом параде студенчества будет какой-то акцент сделан на профессиональное образование, или вы выступаете действительно как организаторы? Да, я отмечу. 10 сентября состоится второй парад студенчества в Самаре. В торжественной церемонии на площади Кубишева примут участие порядка 9300 первокурсников высших и среднепрофессиональных образовательных организаций Самарской области. Здесь у нас будут представлены порядка 7000 участников из высших образовательных организаций и около 2,5 где-то примерно так, участников из средних профессиональных образовательных организаций. То есть будет представлена большая часть первокурсников Самарской области. Только первокурсников? Первокурсников, потому что это мероприятие логично перетекает в посвящение студента. Понятно. Жалко, потому что если бы не только первокурсников, то было бы более масштабное мероприятие. Или это такая вот задача? На самом деле в рамках парада студенчества будет проведена не только сам парад студенчества, но еще ряд мероприятий, о которых мы, наверное, еще чуть позднее расскажем. Поэтому всегда интересно, когда организуется мероприятие, тем более оно новое для нашей области, относительно второй раз проходит. Какие цели ставятся вообще? Что преследует организатора? Зачем оно? Ну, как уже сказала Кристина, одна из основных задач – это посвятить первокурсников, дать им понять, что они стали частью большой семьи, семьи студентов высшего и среднего профессионального образования, чтобы они почувствовали единение, они почувствовали себя частью многотысячной, огромной, миллионной аудитории, армии молодых, активных, творческих людей, которые впоследствии получат высшее и среднее профессиональное образование и будут работать, активно трудиться на благо своей страны. Сейчас они все на площади и они все вместе. Более того, чтобы усилить эффект единения, будет организован телемост, который не только покажет, сколько нас на площади собралось и соберется у нас здесь 10 тысяч, а покажет еще, как другие города тоже собираются, тоже объединяются, и во время телемоста мы увидим 30 городов, которые одновременно с нами празднуют это единение духа молодежного. Само мероприятие, конечно, грандиозное, самое масштабное не только в России, но и в мире, то есть оно объединяет сотни тысяч молодых людей, и вот в этом году оно объединит около 300 тысяч молодых людей в нашей стране, и которые могут ощутить, вот насколько они мощная сила и насколько много они смогут сделать. Каждый парад имеет свою направленность, он посвящен либо памяти героев Великой Отечественной войны, либо посвящен Дню Города. А в этом году? А в этом году, да, скорее всего, Дню Города, да, раз у нас юбилей? Не только, не только, а в этом году он посвящен 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в 2017 году в городе Сочи. То есть мы его принимаем, принимаем молодежь всего мира, и поэтому сейчас мы вот этим парадом фактически открываем шествие этого фестиваля по стране. Да, понятно. Каждый раз после, тем более, первого фестиваля делаются определенные выводы. Он у нас прошел в прошлом году первый раз, и что вы для себя решили? Во-первых, участвовали вы в этом процессе в прошлом году, как оно прошло, это мероприятие можно напомнить. И что в этом году? Будет все то же самое практически, что было в прошлом, или что-то все-таки изменится, кроме тематики? В прошлом году оно было более посвящено профориентационному направлению. Вот что у меня важная такая тема. Там приглашались буквально все вузы с площадками. Да, были тематические площадки, представленные на площади Куйбышева, и они были профориентационного направления. То есть образовательные организации знакомили с реализуемыми направлениями подготовки, о том, куда трудоустраиваются выпускники после окончания образовательных организаций. То есть именно профориентационное такое именно направление. Конечно, самое главное, когда человек выбирает профессию и учебное заведение, они на что-то ориентируются, но потом уже, конечно, нужно видеть. Как тематические площадки начинают вообще парад студенчества, начнется у нас в 14 часов. Да, давайте скажем, кстати, во сколько и где, чтобы уже люди, которые будут, вот кроме этих участников, первокурсников, еще люди, которые просто хотят присоединиться, молодежь. Конечно, любой житель города может присоединиться, потому что с 12 часов на площади имени Куйбышева начнут работать тематические площадки. С 12 часов начнется это такое праздничное мероприятие, и тематические площадки будут представлены, вообще там очень интересные, на самом деле, площадки, зоны активности будут представлены, университетов и колледжей Самарской области расположатся на площади имени Куйбышева. Здесь вузы представлют как учебную деятельность, внеучебную свою деятельность, исследовательскую деятельность, много интерактивных площадок будет. Даже для самых маленьких граждан, горожан наших, можно будет найти для себя. Да, а как вот жить, как они могут поучаствовать в этом всем? И главное, что могут оттуда вынести? Потому что всегда люди, существа и корыстные, так скажем, все равно, если уж идти на площадь Куйбышева, то, наверное, нужно знать зачем, и что вот они там, что получат в результате, вот что будет такого? Для начала просто пофотографироваться. Да, да, там какие-то экспонаты. Да, то есть там ГТУ представляет военный блок, то есть там можно будет разобрать и собрать оружие, там можно будет с ним сфотографироваться. В прошлом году эта же площадка у них была, в этом году мы ее оставили как наиболее интерактивную. Крен в сторону интерактивности, это специфика площадок в этом году. Можно поучаствовать в различных творческих играх, можно сделать себе рисунки на руке, можно сделать рисунок на лице, для детей это особенно интересно. Можно посражаться на тимбарах, то есть это такие пластиковые, не пластиковые, а пролоновые палки большие, то есть студенты у меня с увлечением всегда в этом всем участвуют. Можно поиграть в настольные игры, в шахматы, можно поучаствовать в спортивных таких соревнованиях на небольших площадках. Можно забраться в аэротренажер и почувствовать себя пилотом самолета. Там можно сфотографироваться рядом с ракетой на площадке нашего Самарского университета. Можно посмотреть на химические опыты, на роботов, на квадрокоптеры, как ими управлять. То есть, в принципе, посмотреть, может быть, на профориентацию не с ее такой бумажной, листочной стороны, а со стороны творческой, активной и с возможностью принять участие в каком-либо процессе. Вот многие сегодня масштабные праздники ориентируются на то, чтобы они стали семейными, что не только для молодежи, или только для детей, или только для пенсионеров, пожилых людей. У вас есть такой вот ориентир, чтобы сделать, чтобы, если вся семья придет, допустим, ребенок там поиграет там-то, люди зрелого возраста найдут что-то интересное. Да, там будут представлены хоровые. Это можно, да, вот если семья придет, то найдут все себе. Конечно, каждый найдет себе что-то, что посмотреть на площади, будут представлены Институтом культуры народные хоровые коллективы, да, поэтому даже вот... Даже и такое. Да, такое направление. Можно и спеть. Да, даже. На самом деле большой спектр будет представлен именно интерактивных, разнообразных занятий, которые каждый себе сможет что-то найти. Да, вот чтобы это слово интерактивных не отпугивало какую-то категорию граждан, можно вот разъяснить, что вы под этим подразумеваете? Подразумеваем... Хотите и действуйте. То есть действовать можно. Включайтесь, включайтесь. То есть там две площадки танцевальные. Танцевальные будут площадки, да. Одно современные танцы, это для молодежи может быть, хотя я знаю очень много людей достаточно в возрасте, которые с удовольствием присоединятся к этим танцам. Есть бальные танцы, более пластичные, более медленные, пожалуйста, туда приходите. Поэтому здесь есть все на любой вкус, на любой возраст. Все это бесплатно, поэтому можно поучаствовать с любым человеком. А само шествие, как оно будет организовано, откуда выйдут студенты и до какой точки пройдут, чтобы мы представляли, как это все будет выглядеть? Та площадка, которую мы сейчас активно обсуждаем, это площадка площади Куйбышева, то есть она развернется прямо у ног Валериана Владимировича в павильонах. А ожидать шествия студентов тем людям, которые находятся на этой площадке, нужно примерно к 14.30. То есть 14.30, 14.45 они услышат звуки оркестра, увидят Николая Ивановича в сопровождении ректоров вузов и директоров вузов. Такой даже статус высокий, будет губернатор присутствовать. Обязательно. И как раз колонны выйдут на площадь. Некоторое время будет идти построение колонн на площади и начнется в 15.00 телемост с участием тех 30 городов, которые в этом году стали участниками парада. То есть мы посмотрим, как то же самое действие происходит в это же время, в эти же секунды в других городах. То есть в Москве, в Лануде, в Санкт-Петербурге, в Перми, в Воронеже и так далее. А кто вам помогает организовывать вот эту же интерактивную связь с другими городами? Это же такое мощное что-то техническое должно быть оборудование. Кто вас поддерживает? Ну вот если говорить о том, кто координирует все это, поскольку идея создания вот такого парада и проведения его уже не только в Москве, а в России принадлежит Совету проректоров по воспитательной работе России. То есть именно они выступили с инициативой в прошлом году и попросили помочь им организовать вот такое более масштабное мероприятие, которое не только в рамках Москвы, но и в рамках всей страны будет происходить. Они взяли на себя труд организовывать это мероприятие со стороны Москвы, осуществлять телемост, открыли эти каналы. А Ростелеком здесь уже на нашей площадке помогает нам осуществить вот эту вот карту. Да, потому что действительно техническое должно быть такое оборудование, что такой мощный телемост организовать. Когда вы, Кристина, обращаетесь к студентам и говорите им, что вот вам придется или не придется, или просто предлагаете прийти вот на этот парад студенчества, какая у них бывает реакция? Потому что вот эти традиции, да, вот шествий, парадов, они для такого более зрелого поколения уже приемлемы и понятны. А молодежь, вот как она воспринимает? Если мы говорим по опыту прошлого года, нужно отметить, что студенческое сообщество с готовностью и с радостью откликнулось вообще поучаствовать в данном мероприятии. И нужно отметить, в прошлом году у нас образовательные организации «Самара» были представлены. В этом году даже Тольятти в готовности хотят присоединиться, да, и приедут к нам сюда, на Тольяттинский государственный университет приедет и поучаствует в параде студентов. Да, поэтому такое же традиционное мероприятие, негосударственные образовательные организации в этом году даже активно подключаются к этому мероприятию и все с таким интересом. То есть интересы есть у молодежи, да, у студенчества, чтобы не было такого добровольно-принудительного, знаете, такое выражение, что вот вам нужно прийти. И это чаще всего отталкивает, когда вот появляется такой момент, когда вот такой, скажем, обязаловки, то если это такого федерального масштаба, и, наверное, самим интересно и посмотреть, и представить свой город, тем более в такой юбилейный год, все-таки 430-летие, это такая годовщина серьезная уже отмечается у нашего города. И еще хотелось бы вот по тематике. Вы сказали, что основная тематика нынешнего мероприятия – это не день города даже, а вот еще раз напомните. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежных студентов, который… Всемирный даже. Всемирный. То есть к нам приедут гости со всего мира, молодежь всего мира. Раз он всемирный, да, вот хотелось бы узнать, кто бы станет нашими гостями в Самаре, кроме Тольятти. И раз фестиваль всемирный, наверное, еще какие-то представители будут или нет? Нет, мы в данном случае решаем задачу оповещения студентов, молодых людей, обучающихся, всего города о том, что это событие состоится. А, что крылья это понятно. То есть приедут все страны, естественно, в город Сочи, и список стран определяется Москвой в данный момент. Мы сейчас готовим молодежь к тому, что это мероприятие состоится. Серия отборов, которые произойдут в 2017 году, они уже, то есть, опять же, включены в особую программу. И там мы уже конкретно будем определять, кто конкретно поедет, какая будет делегация от Самарской области на этот фестиваль. Есть предположение, что за нами будет закреплена какая-то отдельная сторона, и мы будем их курировать. Я даже попросила, говорю, вы за нами закрепите, пожалуйста, ту страну студентов, из которой к нам приезжают больше всего. У нас очень много иностранных студентов. Ну, я еще пока, да, не конкретно не определила, и поэтому я не могу диктовать свою волю всему мировому сообществу. Но, тем не менее, пожелания свои мы обязательно отправим. То есть пока вот это находится в стадии информирования молодых людей о том, что вот такое грандиозное событие, почти по масштабам, похожее на Олимпийские игры, у нас состоится в России. Сочи, какая судьба того города после того, вот действительно после Олимпиады, вот теперь такие масштабные мероприятия проводятся. Я еще хотела уточнить информационная составляющая. Вот вы сказали, фестиваль это будет в Сочи 19-й по счету, да? А вот узнать о предыдущих, об истории фестиваля тоже, наверное, нужно студентам, прежде чем ехать, да? Вот у вас будут какие-то информации? Вы вот такую задачу ставите или нет? Или, в принципе, сейчас уже может любой везде, где захочет информацию о фестивале прошлого? Разумеется, но это задача не задача данного парада. Здесь мы просто доносим эту информацию, а в ходе наших следующих встреч с студентами мы будем говорить о том, как будет идти подготовка и в чем будет заключаться волонтерское движение этого фестиваля по набору на этот фестиваль. Мы будем говорить о том, какие страны, опять же, будут там представлены и какое мы будем представлять волонтерством своим, оберегать, окружать заботой. То есть это все дело будущего. В данный момент парад, он носит исключительно, то есть он проходит в рамках фестиваля, но он носит исключительную функцию поздравить первокурсников с тем праздником, который у них состоял с 1 сентября. То есть зачисление в учебное заведение профессионального направления. Понятно. Кристина, а как конкретно Самарский университет будет поздравлять? У вас есть какие-то традиции уже сложились, поздравления первокурсников? Или они, в принципе, везде приблизительно одинаковые вручают, там студенческие билеты? Самарский университет, это, наверное, Мария Геннадь, не надо рассказать. Она как представитель университета сможет рассказать, как традиции у них. Самарский университет составляет целую программу адаптации первокурсников. У нас первокурсники, ну, естественно, линейка 1 сентября. Мы их всех поздравляем от лица администрации ВУЗа, от лица предприятий, которые их примут после окончания этого ВУЗа, от лица гостей, которые помогут им получить такое образование совместно с руководством нашего ВУЗа. Естественно, первокурсники. Мы в этом году провели две линейки. У нас две площадки. Мы уже большой ВУЗ, достаточно масштабный, чтобы собрать вот на одной площадке всех первокурсников. Дальше они у нас выезжают за город. За городом происходят адаптационные мероприятия, это адаптационный семинар. Он у нас проходит с 1997 года. Ему скоро уже 20 лет, как мы вывозим первокурсников. И есть особая программа, где они знакомятся и с ВУЗом, и с кафедрами, и с направлениями подготовки. И самое главное, между собой и со своими старшими наставниками. Кураторами у них являются студенты. И вот сейчас мы уже в 19-й раз в течение всего сентября вывозим первокурсников на эти семинары. Семинар пользуется огромной популярностью. Все туда стремятся, пытаются попасть. Он проходит на базе нашего оздоровительно-спортивного лагеря. И когда они приезжают, то есть там уже приезжают со знанием того, с кем они будут учиться, чему они научатся, как они будут учиться. Проходит несколько дополнительных встреч, посещение наших музеев, нашего ВУЗа, встреч с преподавателями, с руководителями секции кружков. И я так думаю, к первой половине, к первой сессии они уже, в принципе, достаточно готовы к обучению. Но, как говорится, пока сессию не сдал, то есть следующий этап – это сдача первой сессии. Да, да. Ну вот после первой сессии это уже, считаю, посвящение прошло окончательно. Да, да, к настоящему. Хотелось бы вообще узнать о тенденциях современного студенчества. Наверное, современные студенты каким-то образом отличаются от тех, кто там учился в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и так далее. Вот сегодня какие в деятельности общественной такой вот, в работе со студенчеством, какие вот все-таки цели, задачи, тенденции происходят? Вот на что ориентируете молодых людей? Вот с такой сорганизационной… С организационной точки зрения, если даже мы посмотрим с вами от тех мер поддержки, которые оказывает правительство Самарской области, Да, у нас на самом деле беспрецедентное на территории области количество премий, стипендий, которые оказываются именно студентам Самарской области. Нужно отметить, что поддерживаются направления, связанные как с научной их составляющей, исследованиями, так и с учебными их достижениями, так и с творческой их активностью. В этой связи можно сказать, что… Какое количество у нас с вами премий, стипендий ежегодно. Ежегодно у нас выплачивается порядка 600 стипендий губернатора Самарской области, которые составляют 10 800 рублей в семестр на одного студента. Именно студентам, которые принимают участие в исследованиях, показывают какие-то достижения в области науки. Если мы говорим уже о студентах, которые показывают какие-то результаты в творческой деятельности, также деятельности научной, общественной деятельности, у нас есть такая стипендия, как стипендия имени Алабина. Она тоже ежегодно выплачивается. 100 студентов ежегодно получают данную стипендию. И тоже 10 800 рублей. Размер ее ежемесячно, не ежемесячно, раз семестр составляет. Также у нас есть ряд премий губернатора Самарской области, которые поддерживают как спортивные, культурные, общественные достижения. В этой связи нужно сказать, что все эти направления, как мне кажется, были важны и много-много лет назад, так и сейчас, и поддерживаются и развиваются не только на уровне правительства, но и в каждой образовательной организации самостоятельно. Есть такая возможность у организации поддерживать лучших студентов в каждом учебном заведении? Каждая образовательная организация обязательно ставит свою задачу поддерживать своих студентов, конечно. Это наш потенциал, наше будущее, именно от них зависит так, как мы будем развиваться. В последнее время появилась такая тенденция возвращаться к прошлому. Как мы говорим, там тимуровцы появились, потом студенческие отряды. Скажите, вот ваши, те заведения, которые вы курируете или сами там общаетесь, работаете, это тоже проникает уже? Как вы относитесь к тому, что вот прошлое, там те же студенческие отряды возвращаются? Еще какие-то, может быть, из прошлых лет, вот забытые уже какие-то практики, раз, и приходят к нам снова в жизнь? Ну, конечно, возвращается, и, конечно, все то, что возвращается полезного и позитивного, мы обязательно поддерживаем. И студенты наши, особенно трудовые отряды, вот так получилось, что когда я пришла работать начальником управления в Самарский университет, у нас трудовых отрядов было три, сейчас их восемь. Трудовые отряды направлены степедагогической и строительной. Особенный интерес сейчас возраст к строительным отрядам. Их сейчас собирают, предоставляет им возможность выехать на стройки студенческие, молодежные. Вот буквально в понедельник у нас выезжает целый отряд на космодром Восточный строить. То есть это уже не первый наш выезд, мы каждое лето отправляем студентов на Байконур, в Плесецк, в Санкт-Петербург на стройки, именно на молодежные. То есть обычная стройка от молодежной отличается тем, что, во-первых, там присутствуют молодые ребята, которые зарабатывают, которые общаются, которые поют песни, играют в футбол. И помимо трудовых будней, у них еще есть организованный досуг и условия для общения. И проводятся между ними конкурсы, они соревнуются за звание лучшего трудового отряда и так далее. То есть это все очень здорово, потому что, допустим, 4-5 лет назад трудно было представить, что мы соберем там три строительных отряда, которые поедут работать, и они пишут оттуда, хвастаются, ну, в хорошем смысле, своими достижениями. Говорят, да, нам трудно, но мы не опозорим наш родной Самарский университет. Это очень хорошая школа. Это очень здорово. То есть и многие студенты, они задумываются о том, чтобы не только овладеть профессией высшего образования, но и овладеть рабочими профессиями, чтобы не просто головой работать, да, то есть они действительно выдающиеся образования получают, лучшее образование, одно из лучших образований в России, но еще и чтобы уметь действительно на практике что-то делать самостоятельно. И получить вот такую рабочую специальность становится все более-более престижно. Да, это надо же, как все меняется. Да. И действительно говорят, что нынешнему молодому поколению присуще вот такое практичное отношение. То есть они видят, откуда они могут пользу взять для своей будущей жизни. Если есть возможность поработать, какие-то строительные практики, потом дом на даче строить, там, допустим, или что-то еще, они быстро это схватывают и уже не говорят, что рабочие – это плохо, и строить это вообще не для меня, у меня только высшее образование, аттестаты – все. Ну, нужно отметить, если говорим о среднем профессиональном образовании, что у нас вообще на самом деле такая очень хорошая и интересная тенденция в области, о том, что у нас количество обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования не уменьшается. Да, вот это хорошо, чтобы не уменьшать. При том, что есть, да, такая тенденция, на уровне Российской Федерации существует некоторая тенденция. У нас же из года в год даже все больше и больше интерес ребята проявляют к среднему профессиональному образованию. В этой связи отрадно, что и в параде студентов, студенты идут все вместе, они идут как студенты, они все студенческое сообщество, это и образователь организации высшего образования, как и среднего профессионального образования, и все больше и больше у нас вот интерес именно проявляется. Но на самом деле много в этом направлении делается, профориентационная работа проводится. И вот этот фестиваль, который международный, тоже WorldSkills, что ли, да, тоже проводится, это что же, какой-то толчок, наверное, для кого-то, кто-то услышит, увидит, и лучше молодые люди демонстрируют свои успехи уже профессиональные в таком молодом возрасте. Я хотела еще уточнить про иностранных студентов, которые обучаются на территории нашего города. Они примут тоже участие в этом параде шествия студенчества, и вообще, как им здесь живется? Вот вы их тоже, наверное, как-то курируете, общаетесь с ними, чтобы мы тоже были все спокойны, что все хорошо, и с ними тоже. Да, но у нас есть тоже программа адаптации иностранных студентов на территории университета, поскольку они приезжают все, ну, не все русскоговорящие, большинство из них говорит на родном или на английском языке, и поэтому на русском языке, то есть они понимают речь, но достаточно сложно им общаться с самого начала быстро, поэтому их зачисляют на подготовительное отделение, на подфак, и вот эти группы мы обязательно курируем. То есть мы им раздаем на их родном языке буклеты, где написано, где можно отдохнуть, покушать, где они будут жить, как проехать туда, в ту или иную точку города. Ну и, соответственно, мы их подключаем во все наши мероприятия, во все наши события, которые на территории вуза проходят. То есть организованными группами, потому что, ну, вот можно представить себя на месте этого человека, который приехал из далекой страны, с другим климатом, с другими традициями, с другой культурой. Вот, и бывали случаи, когда они действительно не понимали, что происходит, то есть куда мы их повезли, во что мы их там вовлекли и так далее. Поэтому у них есть дополнительно обязательно кураторы. Мы их в любом случае с собой приглашаем, и у нас уже есть целая группа активных студентов, уже с более старших курсов, с первого, со второго курса, которые являются звездами нашего университета, они выступают и как спортсмены, и как артисты. И в этом году у нас образовалась молодая студенческая семья иностранная, это граждане одной страны, но вот они нашли друг друга здесь. Нашли друг друга, и вот даже так бывает. Ну, а с русскими традициями мы их знакомим традиционно, мы их отправляем, там есть у нас такая пекарня, где они могут не только попробовать, но и сами испечь русские изделия. Ну, хорошо, что такое отношение. И вообще, я думаю, что вот этот именно международный аспект в преддверии и этого фестиваля в Сочи, и чемпионата мира по футболу, который в Самаре пройдет, это должно сегодня активно развиваться с нашей стороны. Да, это и язык английский, и волонтерство в работе. Вот именно на молодежь же все придется, вся основная вот эта вот работа. И вам тоже придется с ней очень много поработать. Я просто вот хотела уточнить, вот это ведется сегодня уже, подготовка. И к чемпионату мира, как вот студенты наши будут задействованы в приеме гостей. Вот есть такое? Ну, у нас есть волонтерский центр, чемпионат мира 2018. Мы участвовали в достаточно серьезном конкурсе. Студенты волонтерского центра готовили заявку на этот конкурс. Мы победили, то есть в борьбе между многими городами, желающими принять у себя волонтеров к чемпионату мира 2018. И теперь на территории нашего университета есть такой центр. Площадка будет представлена на параде. То есть там тематическая. Можно прийти, зарегистрироваться в качестве волонтера, пройти отбор. Уже сейчас начинаются тренинги для волонтеров к чемпионату мира. Там серьезные очень дорожные карты к нам приезжают регулярно. Да, потому что это такое явление, мимо которого сегодня просто не пройдешь. Нельзя, да. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Рассказали о готовящемся таком параде шествия и студенчества, тем более, что в таком масштабе, практически глобальном. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»